Девчонки и мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу свой очередной огромный заказ. Здесь в основном будет у нас бытовая химия, Фоберлик. Это не рекламное видео, не присланный товар на обзор, мне за него ничего не заплатили. Я являюсь давно консультантом компании Фоберлик, и на этом канале я снимаю обзор и распаковку заказов, которые я делаю. По совместительству я еще старший директор, ну как не по совместительству, а помимо того, что я просто консультант, да, как и любой другой человек, может быть, и заказывать с этого сайта, так я еще являюсь старшим директором Фоберлик. То есть это моя работа, да, это работа, которая приносит мне основной доход в моей жизни, и благодаря которому я купила две квартиры и две машины без кредита. Вот, познакомьтесь со мной поближе, можно... Я оставляю всегда ссылки в комментариях к этому видео, в описании к этому видео поближе. Я снимаю влоговый канал, лайфстайл, там у меня видео с фрагментами жизни, психология, философия, кусочки вообще, в принципе, обычной какой-то жизни, под чай, под кофеек, под приготовление еды, бутологические какие-то видео, разговоры по душам и так далее. Все ссылки есть в описании к этому видео. Вот, ну и все, приступим. В общем, огромная, тяжелая такая коробка, мне ее и папа ее дотащил. И здесь преимущественно все у нас из бытовой химии, потому что помимо баночек с косметикой, как многие до сих пор, потому что я знаю, что многие не покупают продукцию по каталогам, кто-то привык где-то заказывать с каких-то сайтов, смарт-плейсов, покупать в магазине. И многие до сих пор не знают, что Фаберлик – это не просто косметическая компания, где есть баночки с какими-то кремами, есть декоративная косметика, тушь, тени и так далее. Это еще огромные ассортименты, можно сказать, это некий магазин на диване. Бытовая химия – это, в принципе, не секрет для многих, потому что, в принципе, она появилась, может, где-то с десяток лет. Вся бытовая химия органическая, со всеми сертификатами, есть продукция, которая подходит от нулевого возраста, то можно мыть бутылочки, сосочки, то есть детишкам, то есть органика. Помимо какой-то обязательной сертификации, они проходят еще добровольную сертификацию к малышковым вообще продуктам, вообще неважно, будь то это косметика, бытовая химия, предъявляют дополнительные какие-то требования, это всегда, чтобы получить соответствующий сертификат, нужно пройти 33 инстанции, и это действительно органика, органика действительно безопасна, и там используются самые щадящие составы, и, скорее всего, здесь тоже это будет, почему, скорее всего, потому что это видео я, ой, этот заказ я заказывала, сейчас вам скажу, когда, 5 августа, а на носу у нас уже, да, какой у нас сегодня, 16 сентября, то есть этому заказу уже больше месяца, мне просто не доходили руки, чтобы вам все это показать. Вышла линейка, ну она как бы не новая, корейская, корейские порошки, ну, корейская линейка бытовой химии, там не только порошки, скорее всего, тут тоже есть, мне захотелось, я в момент, когда вышла эта продукция, не тестировала ее, не заказывала, потому что я не всегда заказываю новинки, потому что я понимаю, у меня не хватит времени с ними ознакомиться, быстро выложить информацию, а потом уже это как бы будет неактуально, и смысл мне эти новинки брать. Но как потребитель, да, как обычный потребитель, как обычный консультант, как потребитель вообще, в принципе, по жизни, да, я пользуюсь продукцией, и, соответственно, мне хочется что-то новое пробовать. А новое благо выходит чуть ли не каждый каталог в разных категориях товара, то есть мы сейчас, знаете, зажрались, можно так сказать. У нас настолько такое большое изобилие вообще, в принципе, всего в мире, и нас очень сложно чем-то трудно удивить, и поэтому компании вынуждены, если раньше там каталог, вот я помню, даже там 20 лет назад, бы вот прям из каталогов каталог практически все одно и то же. Раз в год там что-то выйдет, и мы этому раз в год радовались. А сейчас выходит каждый каталог, неважно, это Фаберлик, это вообще любой другой компании касается, потому что мы заелись, мы такие вот уж уже искушенные потребители, нас уже не знают, чем завлечь потребителей. Вот, и вышла вот эта вот корейская линейка, стиральный порошок концентрата, универсальный, универсальная низкопенная формула для стирки без дополнительных полосканий, то есть, видите, можно вот без дополнительных полосканий эффективно астирывает при разных температурных режимах, устраняет неприятные запахи, запахи от животных, придает вещам летний аромат чистоты, рекомендован для стирки одежды всей семьи, подходит для очищения полов, подоконников и других твердых моющих поверхностей. Для стирки белых, светлых и цветных вещей содержит комплекс традиционных корейских экстрактов, которые способствуют мягкому очищению, смягчению ткани, улучшают сенсорные ощущения от одежды и ткани при ношении и использовании после стирки. Подходит для стирки вещей с хлопкой, льна, вискозы, синтетических и смешанных тканей, автоматические машинные и ручной стирки. И написано, подходит для цветной ткани, но кроме темных, ярко окрашенных изделий и с неустойчивыми красителями. Для этого как раз предназначен вот этот порошок стиральный, потому что он для цветных тканей. Значит, концентрированная низкопенная формула на основе моющих компонентов из растительных масел, сапонинов, биоэнзимов и традиционных корейских экстрактов с технологией. Вся наша бытовая химия, она вся у нас органика. То есть, ей даже можно пользоваться для детей с нулевого рождения. Вот не знаю, как этот порошок, кстати. А вот есть у нас порошки, прям для стирки геля, для стирки детских вещей. Содержит традиционные корейские экстракты. Традиционно используется в качестве сапиндус микороси фрукт. Традиционно используется в качестве натурального моющего средства, богатого сапонинами, усиливает действие других моющих компонентов, мягко и эффективно удаляет загрязнение и смягчает ткани. Выводит различные пятна, устраняет серость и желтизну, содержит активный кислород, известный выраженным антимикробным действием, сохраняет волокна ткани, очищает полы и другие твердые поверхности, защищает стиральную машинку. Вот от какого возраста, я не пойму, девчонки. Для 23 стирок. Но я обычно порошок использую на большее количество, то есть я засыпаю не как положено на упаковке, я засыпаю гораздо меньше. У меня нету каких-то сильно загрязненных тканей, у меня вообще как бы пунктик на стирке вещей, я не ношу их долго, я их часто стираю, поэтому я добавляю вот машинку стиральную порошка, прямо совсем чуть-чуть, вот чтобы просто освежить ткань, вот освежить одежду. И точно такой же порошок есть для цветных вещей. Потом, что у нас? Мои любимые влажные салфетки для удаления пятен. Я пользуюсь ими зимой. У меня зимние куртки, они в основном все белые. Даже если не белая, вот допустим светлая куртка, я покупала такого цвета, не белого, но другого цвета, светлая, то на воротничках остаются, так как я пользуюсь тоналкой, остаются на воротничках и на стойках следы от тонального средства. Полностью куртку из-за этого не хочется стирать, потому что загрязняется она там через, не знаю, неделю у носки, и, соответственно, мне нужно что-то, чтобы это стирало вот прям исключительно только вот на этих воротничках. И с этим очень хорошо справляются вот эти вот салфетки. Плюс ко всему, у меня был случай, у меня засохли салфетки, ну, как-то я ими часто не пользуюсь, то есть мне они для зимы нужны, и все, больше ни для каких целей мне они особо не пригождаются. И проходит сезон, у меня остаются эти салфетки, засыхают, наверное, нужно как-то класть дополнительно в пленочку, может быть, даже пищевой пленкой оборачивать, чтобы лишняя влага не уходила, влажность этих салфеток. Но ничего страшного. Думаю, жалко, чтобы добро не пропадало. Думаю, дай-ка я их использую на белой подошве. А так как у меня в основном вся обувь фиберлика, она вся с белой подошвой, я взяла, смочила салфетку эту сухую. И каково было мое удивление, потому что до этого я испробовала массу средств, в том числе фиберлик, чтобы и многофункциональную пасту, которая тоже есть вот в этой линейке предыдущей, которую я вам показывала, порошки. И я думаю, блин, ну попробую, может быть, как бы отстанет. Эти салфетки оказались самым лучшим средством для белой подошвы. То есть она прям вот реально отбеливалась у меня на глазах. Причем эти салфетки уже высохли, то есть они в засохшем таком состоянии взяла. Я просто взяла их, смочила водичкой, потерла подошву. Я тру не подошву вот эту вот, а окантовку вокруг обуви, она тоже белая, то есть подошву нет смысла отмывать. И я просто брала вот так вот, протирала вот эту вот, вокруг вот этот ободочек, да, под обуви белой. И все, и они как будто бы новые. Это вот прям такой лайфхак, который я нашла спустя, я не знаю, пять лет нахождения этих салфеток у нас в каталоге. То есть вот так вот и бывает. Иногда средства используешь не по назначению. А недавно в каталоге я прямо увидела, что там написано, что эти салфетки можно использовать для белой обуви. Есть вот такие вот кондиционеры у нас для стирки, три в одном. Ну, такая вот линейка вышла, розовый бархат. Очень вкусненькие они, очень такие приятные, ну, волшебные, можно сказать, запахи. Мама очень любит добавлять их. Они концентрированные, высоко концентрированные, поэтому, когда вы, допустим, приходите в офис и тестируете, лучше тестировать это вот как обычные, как мы делаем это с парфюмом. Нанести небольшое количество вот здесь вот там на запястье. И вот так вот попробовать, потому что если вы будете нюхать из флакона, то это бьет в лицо, ой, в нос, и он настолько сильно концентрированный, что он, ну, короче, не понравится ему. Смягчает, ароматизирует, три в одном устраняет неприятные запахи и сохраняет дышащие свойства ткани. Подходит и для спортивной одежды. Тоже всякие халяльные сертификаты, биоразлагаемые ПАВ и подходит для чувствительной кожи. Наверное, я вот так вот вам, чтобы, если захотите, заскрините. А у нас вся бытовая химия, она органик. То есть я, наверное, не буду повторяться про каждому тюбику. Просто имейте в виду, все, что я вам показываю, это подходит для чувствительной кожи. Для чувствительной кожи и органические биоразлагаемые материалы используются. Из корейской линейки тоже вот такой вот кондиционер Нироли и Гибискус. Вот запах я его, кстати, не знаю, потому что я же горновинки не пробовала. Тоже содержит натуральные корейские экстракты. Ну вот у этого цветочный аромат. Прям такой вот он нежненький, какой-то цветочный. Для тех, кто любит какие-то более нейтральные такие запахи. Вот у этого более ярко выраженный, у него аромат какого-то свежевыстеленного, но с цветочным ароматом белья. А душка такая более интенсивная. Более интенсивная. Но вкусный, мне нравится. Потом, что у нас еще? Тоже экзотическая линейка вышла. Аромат экзотических фруктов. Ну, опять же, нужно пробовать на этом. Здесь, скорее всего, будет манго. Аромат манго. Сейчас мы глянем. Цветочный фруктовый аромат райского тропического острова. Насладитесь обволакивающими нотами кокоса, ванили и сандала. Вот такой вот сандал присутствует. Это индийский такой компонент. Должен быть вот такой вот немножко восточный аромат. Потом я взяла биокондиционер для белья. Вот эта линейка у нас вообще считается королевский стандарт. Биокондиционер для белья восточный, восточный микс. Здесь используются натуральные эфирные масла уже. 0% искусственных отдушек, красителей и фосфатов. То есть это прям такой стандарт, прям вот королевский. Вот это вот вся линейка биокондиционер для белья. Особая формула придает изумительную мягкость. Любых тканей рекомендован даже для капризных, дышащих спортивных материалов. Инновационный какой-то органический здесь полимер, комплекс компонентов натурального происхождения, натуральная композиция эфирных масел. Пачули, Жасмина, Сандала и Ланка-Ланка. Окутывает негой и пряными восточными нотами. Обладает свойствами афродизиака и способствует релаксации. Подходит для людей с чувствительной кожей и детской одеждой от нулевого возраста. Это вот такая. Кондиционеров я много в этот раз набрала. Потом вот такой вот кондиционер цветочный микс. Если вот тот восточный микс, то вот это тоже цветочный микс. Он тоже от нулевого возраста, без искусственных отдушек. Здесь используются эфирные масла розы, бергамота, сандала. Розы, бергамота и сандала. Ну, их так вот не передашь запахи. Это, знаете, вот надо особый парфюмированный. Но все натуральное. Ноль искусственных отдушек, окрасителей и фосфатов. Запахи все равно обалденные. Так, мыло еще у меня... Почему у меня здесь мыло оказалось? Девчонки, почему у меня здесь оказалось мыло? Тоже экзотически. У меня этого мыла дофига. Зачем я его взяла, непонятно. Экзотически мыло, устраняющие запахи. Устраняет запахи селедки, чеснока, специи. Вот все запахи. Старческие запахи. Я его использую не по назначению для... Когда мне капитон метил, я замывала эти метки. Устраняет запах вот этих меток. Нету мою кошачьи лотки. Если старческие, ну, такие возрастные запахи есть. Если у вас есть лежачие больные, то есть это все замываете, все поверхности. И... То есть он... Вообще предназначено это мыло для... Мылоустраняющие запахи для кухни. Но я мою все места, где для меня неприятный запах. Все поверхности, все места неприятного запаха. Потом, смотрите, средства для очищения ванной комнаты. Антиналет я взяла. 500 мл. Удаляет известковый мыльный налет. Водный камень, ржавчина. Вообще, для меня это самое лучшее средство. Я уже сколько перепробовала всяких средств. И, кстати, вот у нас был такой спрей для душевых кабинок. Антиналет. Вот мне для ванны нравится больше. То есть я наливаю также в поливизатор, разбрызгиваю под поверхностями. Чистит раковины, ванны. Удаляет вот этот вот налет, который со временем накапливается. Всю ржавчину удаляет. Ну, вообще, просто шикарнейшая. И тоже у нас халяльная, биоразлагаемая формула. Цитрусовый аромат. Что у нас еще тут? У нас гель, биогель для мытья посуды. И вообще, эти средства я хотела домой все взять. Там чуть-чуть потестировать и потом что-то у мамы оставить. Что-то я оставлю здесь. Биогель для мытья посуды тоже. Это вот вся линейка. Это стандарт, королевский стандарт. Поэтому здесь не используются вообще ни искусственные одушки, ни красители, ни фосфаты. Нутральные тоже эфирные масла, ромашки, гальбанума и мускатного шалфея. Все средства для мытья посуды, они у нас разбавляются водой. И их нужно меньшее количество, чем вы покупаете магазинное средство и вы льете это все таким концентратом. Подходит для жесткой воды. Даже для жесткой воды. Вот единственная, возможно, аллергические реакции. Если у вас аллергия есть на какие-то травы, на какие-то масла, на эфирные, так как содержат эфирные натуральные масла, то, соответственно, этим людям нужно быть аккуратнее. Что еще у нас здесь? Это биогель для мытья посуды, но уже цитрусовый микс. Здесь содержатся эфирные масла, грейпфруты, мяты, бергамота и лимона. Ой, тут вообще просто вкусняха какая-то. Вкусняха. Знаете, когда столько средств, я думаю, блин, почему у меня такого количества семей нет, членов семьи, чтобы можно было это все перемыть, перепользовать. Потому что я туда приезжаю, мне этого, ну, вот, раз я разбавила, все, мне бутылки хватает где-то на год. Представляете, вот мне бутылки хватает на год, а мне хочется что-то уже другое попробовать. Вот поэтому я хочу взять домой, все там потестировать, и потом уже вот по одному разу потестировать, и уже родителям сюда отправить. Вот это, маме нравится, биогель тоже вот из этого королевского стандарта, биогель для очищения туалета. Он мне, кстати, вот это единственное средство, которое такое достаточно быстро заканчивается у меня, потому что я там постоянно обрабатываю. Эфирные масла пихты, сосны, кедра, голубой ели, эвкалипта. Даже вот под водой вот эти известковые отложения очень хорошо растворяет, удаляет. Отличные средства такого вот характера. Ей тоже не содержит там ноль искусственных одушек, красителей и хлора с антибактериальным эффектом. Вот не все вам средства показываю, чтобы вы скриняли, чтобы я все это не читала, время не тратила. Потом вот у нас есть два для ванной комнаты. Это цитрусовый антиналет, а это эффект белизны. Не особо понимать, чем они отличаются, они и тот, и другой хорош. Удаление известкового и мыльного налета, ржавчина эффективен, эффект сияющей белизны, блеска без хлора и отбеливания. Комплекс здесь органических кислот. Сульфаминовая, муравьиновая, метантансульфоновая, сейчас хотя бы чавелевая, гликолевая. Ну вот по составу кислот они совпадают. Борная кислота, но здесь лимонная кислота, здесь борная кислота. Может быть вот в этом их и отличия. Как-то так, очень хорошо чистят. Они вот прям на лед только так убирают. Потом я взяла спрей для монарды. Это очень хорошее средство от черной плесени. В период, когда была коронная, я перед тем, как приходить в гости, после того, как уходить в гости, перед тем, как приехать, я просила маму, потому что я могла быть источником заболевания, я просила маму, чтобы она разбрызгала вот эту монарду, распрыскивали над людьми, которые приходили к нам. Но вообще она предназначена для черной плесени. Им обрабатывают поверхности, швы, стыки, ванны, в подвалах и так далее. Монарда вообще, она против плесени. И я вот придумала ей такое применение. Я сделала варенье, поставила ее в холодильник. А, видно, ложкой туда полезла, необработанной, грязной. И занесла туда у меня плесень. Образовалась над моей вареньем. И вот я придумала способ. По идее, можно было вот так вот сверху спрей Монарды сбрызнуть, чтобы обработать, чтобы там ничего не завелось. Освежитель, нейтрализатор, запах, аромат лаванды. Вот эта вот линейка, которую я вам сейчас буду показывать, это вообще линейка для животных. Она с приятным запахом, безопасна именно для членов нашей семьи, для кошек и собак, но при этом очень хорошо справляется с разными загрязнениями, которые оставляют домашние животные на каких-то поверхностях, на обивке мебели, на коврах, на диванах и так далее. Вот этот освежитель, нейтрализатор запаха тоже можно места содержания животных обрабатывать, подстилки какие-то, обрабатывать место, где вот допустим помыть, замыть вот этим мылом, а потом еще сверху дополнительно обработать вот этим спреем, освежителем, нейтрализатором запахов. Удавляет неприятные запахи. Я знаю, что очень многие люди пользуются, используют просто для нейтрализатора запахов. Не обязательно это, чтобы это кошачье, собачье домашнее животное было. Вот где плохо пахнет, вот любые запахи. Просто эта лаванда, ароматика лаванды безопасна и не раздражает. Высокочувствительное обоняние животных обладает благоприятным, успокаивающим и поднимающим настроение действием. Способствует отпугиванию блох, клещей и комаров. То есть поэтому вот она как бы для животных, но ее не обязательно брать для животных, а можно использовать для любых других назначений. Шампунь пятнового водителя. Это для очистки ковров и бивок мебели. Не знаю, зачем я заказала. Глубокое очищение ворса. Дом без запаха и животных. Аромат полезный для питомца. Потом я еще взяла. Сейчас я вам принесу. Коробочки уже пользовалась. Это спрей-очиститель без пятен и запаха. Тоже можно очищать ткани какие-то. Удаляет следы от животных на обивке, на тканях и так далее. И у меня не было здесь пятнового водителя. Я приехала из Кисловодска. И у меня там, когда мы ездили на Донбай, под высоким давлением на горе, я стала вскрывать термос. И там термос такой фаберличный с трубочкой. И под давлением у меня все вот это содержимое наплюхнуло на меня. И у меня вся белая кофта, я была в белой кофте, и она у меня была вся в пятнах. Я все до сих пор не выложу. Я не знаю, какое видео, то ли это выйдет, видео то ли раньше. У меня вся кофта была в пятнах. Вот в этих вот, от, ну, малинового, скажем так, в варенье. То, что это была наведена, ну, типа компотика я сделала, горячую воду развела с вареньем. И вот это все оказалось у меня здесь на белой моей футболке. Лонгсливе. Я приехала сюда, привезла чемодан, не стала его вытаскивать из машины, привезла весь чемодан с одеждой. У меня еще, наверное, это здесь пролежало недели три. И я вот думала, чем можно обработать, потому что я понимаю, что это не отстирается обычным порошком. Потому что это пятно такое вот, ну, варенье, сами знаете, оно сложно отстирывается, все равно пятно синюшного цвета может остаться. И каково было мое удивление, когда я вот этот спрей-очиститель без пятен не по назначению, то есть там не написано, что он отстирывает пятна от варенья, но я нанесла и потом бросила в стирку, и у меня все это дело отстиралось. И потом я читала отзывы, многие пишут, что они его используют от удаления застарелых прям таких пятен. Потом взяла я, у меня заработала наконец-таки машинка, посудомоечная машинка, я ее отремонтировала. И я решила, буду периодически так ее, ну, чтобы запускать хотя бы раз в неделю, ею пользоваться, чтобы она мне не стояла без дела, потому что там сыхаются какие-то механизмы, хотя написано вообще раз в неделю, обязательно нужно посудомоечной машинкой пользоваться. И вот я взяла это концентрированные бесфосфатные таблетки, эффективные и удобные в применении, бесфосфатные, что очень важно тоже. Одна таблетка заменяет все необходимые средства для посудомоечной машинки, включая соль и ополаскиватель. Рекомендован для мытья кастрюль, сковород, противни любой столовой посуды, приборы, включая серебро, не имеющее ограничений для мытья в посудомоечной машине. Давайте я вот опять же вот так вот сделаю, захотите заскриньте. Тоже все сертификаты, и они здесь расписаны, что для чего. В комплекте 20 таблеток, то есть хватит на 20 раз. Средства для мытья, для чистки духовок и плит, вообще обалденное средство, с тех моментов, с тех пор, когда у нас появилось, пользуюсь им. Любые жир, нагар, грязь, с противней, с духовок, с газовых плит, то есть вот, знаете, даже те пятна, которые, казалось бы, будешь драйвить, пригоревшие сковородки, у меня такое было, что у меня сковородки там оставила, забыла, кастрюля пригорела, все это отмывает на ура. То есть любой жир, грязь, нагар, застарелые какие-то пятна, такие жировые, горелые, все это отмывает. Средства, гель ультраконцентрат для мытья посуды, по-моему, я такое уже брала, мамки. А может, не брала. Вот, тоже разбавляются, разбавляются 1 к 4, 1 к 5, 96% натурального происхождения здесь подходит для нулевого возраста, то есть, видите, 0+, то есть прошло специальную сертификацию, чтобы можно было мыть всякие детские бутылочки, соски, приборы и так далее. Вот еще моющее средство, оказывается, это что такое? Шампунь пятнов, а, это шампунь пятноводитель для очистки ковров и обивок. Кресло, ковры, обивки. Устранение специфических запахов от питомца, то же самое, с обивок, лежанок, подстилок. Я не знаю, вот стирать можно или нельзя. В машинку я имею в виду стиральную. Шампунь создан для легкой ручной стирки, то есть машинку нельзя. Очистки ковров, ковровых покрытий, обивки мебели, салона, автомобиля и других текстильных изделий. Быстро и эффективно удаляет пятна, загрязнение следует лап, убирает с волокон неприятные запахи от нежданных сюрпризов домашних животных, помогает собрать обильную шерсть, даже с длинно ворсовых ковров. Ну, тоже давайте, наверное, я вот так вот сделаю и скриньте, чтобы было понятно. Так, а это у нас моющее средство для полов, то есть это для мягких обивок, а это уже полы мыть. Добавлять при мойке полов. Средство быстро и эффективно удаляет различные загрязнения с любых полов и других твердых моющих поверхностей. Отлично справляется со следами от лап, подтеками, засохшими остатками еды под мисками, пятнами, под туалетными лотками. Быстро и убирает специфические запахи домашних животных, не содержит хлора, кислоты, красителей. Очищает без разводов, не требует дополнительного смывания и использования перчаток. Для духовок я вам показала, для мытья посуды показала. И вот еще один кондиционер золотая органа. У него такой восточный аромат, очень такой вот, ну, хороший, насыщенный, шлейфовый. Я помню, что он мне очень понравился. Он такой специфичный, необычный, аля цветочный какой-то или запах белья. Он такой более концентрированный и обладает ароматом чуть ли не дорогого парфюма. Вот такой вот он. И тоже концентрированный, то есть хватает совершенно немножко. Все, и на этом с вами прощаюсь. До новых встреч на моем канале. Напоминаю вам, что можно найти ссылки на мои социальные сети в описании к этому видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok